Демократия, переходящая в анархию. Old Hill Boy, он же Евгений Сатановский, в теле Type. В Астраханском порту, насколько можно судить, обновили крановое хозяйство. Ну и еще что-то по портовой части. Дело хорошее, нужное. И дало Астраханское портовое начальство по этому поводу интервью. Дескать, вот порт наш теперь всем портом порт. Так что везите, господа и граждане, кому чего нужно, через Астрахань в обе стороны. И на юг, и с юга. И будет вам и сервис, и объемы обрабатываемых грузов, и гарантии доставки, и много чего еще хорошего. И стопку нальют, и икрой накормят со ситриной, и прочей рыбой, и арбузами, которых и по Волге, и в ее дельте, и по Северному Каспию. Очень много. Как и лотосов, и фламинго, и пеликанов, и комаров. В сезон добавим мы. Но нормальное такое интервью, хорошее. У человека производственная радость, и он ею делится со страной. В советские времена таких интервью было много, но теперь это редкость. Действительно, что-то сделано не на словах, что в основном у нас под большое непрерывное выроство на всех уровнях и происходит, а на практике. Есть чем гордиться портовикам и астраханскому начальству, и всем, кого это касается. Но журналистам это скучно и неинтересно. И дальше начинают они развивать тему со свойственной современной журналистике, прихотливостью ума и склонностью к геополитике. То есть, без малейшего напряжения извилин. Хотя, может, там их и нет. Одна Волга течет. И придумалась кому-то из этой бригады смышленных мысль, что вот же он коридор север-юг, и если вдруг Турция нам Черноморские проливы перекроет, так мы по этому самому коридору грузы повезем. И будет нам полное счастье, и иранский транзит, а туркам облом, и кукиш, и полная потеря толку в тех проливах. И пошла эта ахинея тиражироваться, и тиражироваться, и тиражироваться. Так что скоро на каждом стволбе про это будет написано, что грустно. Поскольку демонстрируют, что с географией у пишущего народа плохо. И если еще и с головами нехорошо, так можно хотя бы на карту взглянуть. Один разок, мельком. Поскольку ладно, что пока никакого коридора север-юг нет, там еще железную дорогу надо строить. И много чего еще. И это не один год займет. А с учетом эпидемии коронавируса, в Иране страшной и внутрииранской драки за власть и санкции, и их экономического кризиса, займет не одно десятилетие. Но, по-любому, грузы, которые по этому маршруту пойдут, пойдут на Индийский океан. Прорыв, которым, конечно, нам завещан Афанасием Никитиным, Тверским купцом и Жириновским, который, помнится, ставил задачу пополоскать сапоги в этом самом океане. Но не более чем. А через Босфор и Дарданеллы грузы идут на Средиземное море, если что, дальше, на Атлантику. Что есть принципиально разные маршруты, которые никак один другого не заменяет. Через Балтику, еще в Европу и далее на запад грузы везти можно, но через юг, бред сивой кобылы, это раз. На юге Индия, Восточная и Южная Африка, Двуречие. Можно до Аравийского полуострова что-то довезти, хотя через Суэц это проще. Да и что-то нам туда везти. На худой конец можно дойти в Австралию, Юго-Восточную Азию, но проще туда идти не транзитом через Иран, а с Тихоокеанских портов. Они у нас зачем? Опять же, грузы через Черноморские проливы идут какие? Преимущественно нефть, танкерами, и наша, и казахская. Это к коридору Север-Юг какое отношение имеет? Там нефти и без нас полно, и иранской, и арабской, и Малайзия с Индонезией, и Брунеем, если что, ее добывают. Мы там зачем? Не говоря о том, как. Не на то этот коридор рассчитан. Наша нефть там не только 10 тысяч лет нафиг не нужна, она на юге золотая будет. В прямом смысле слова, что до замены Черноморских проливов путем через Иран, включил бы пешущий народ головы, что ли. Грузы, пусть не жидкие, не сыпучие, а те же контейнеры на Средиземноморье, хоть североафриканское, хоть европейское, гнать с юга, каким путем? Через бабль, мандеп и суэц, левой рукой, правое ухо через задницу доставать, другим словом. Совсем очумел пешущий народ. Хотя, может это просто кто из начальства нашего, чего украсть хочет и осенившую его дурную идею проталкивает? Или всерьез, не от большого ума поверил? Тоже может быть. Уже и северные реки поворачивали, и фильтры Петрика проталкивали первому в масштабах немыслимых, и Лужков, и Грызлов. Мало ли у нас авантюр было глобальных, мало ли было и есть авантюристов среди больших парней. С них станется очередной нас проект впаривать под благим предлогом. И тут интереснейший получается карамболь. С севера Черноморские проливы прикрывает Крым. На то он и российский. С юга базы в Сирии, и наша эскадра в Восточном Средиземноморье. Она не так сильна, как хотелось бы, но для того, чтобы никакая зараза нам пролива не перекрыла, ее и баз хватит. Базы изначально не для того ставили, но раз уж поставили... Нет, но можно попробовать проливы перекрыть, скажут турки. А пошли вы все со своей конвенцией мантрю, мы никого никуда не пустим, и алямба. Но это в теории, а на практике это уже война. И без реверансов настоящая. А на то в их драку с нами ввязываться не будет ни по какому поводу, тем более по такому. И так понятно, и нам, и им, и американцам. Так что проливы проливами, а коридор коридором. Это как с сексом. Если девочки не любят, не выход на мальчиков переключаться. Разное оно, очень разное, как запад и юг. Разные стороны света, и океаны разные, и рынки, и грузы. Понимать же надо. Хотя по нынешним временам, кому оно надо? Легкость мысли и пера изумительная на всех уровнях. То ли потому, что воровать и языком болтать не мешки ворочать. То ли никак свободы свои не переварим. Демократия, переходящая в анархию, то, сё, многое объясняет. «Олд Хилл Бой», он же Евгений Сатановский, в теле «Тайп». Демократия, переходящая в анархию.